Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы! Я продолжаю с вами видео беседы, которые все больше популярность набирает на моем канале Марина Цветы. Дорогие мои друзья, у меня для вас очень много создано плейлистов в течение года и есть плейлисты очень важные и интересные о рукоделии. Но случилось так, что весна, лето, осень, конечно, заполняет эфир в основном мастер-классы и советы по выращиванию цветов, овощей и фруктов. Но, дорогие мои друзья, сегодня мое видео беседа будет для вас продолжением та, которая была год назад. Но новые зрители, конечно, не знают моих направлений, может быть, многие. И канал о рукоделии, плейлист о вязании очень-очень интересный. Я даю советы, мастер-классы для вас и тоже у меня есть видео беседы о вязании. И сегодня я хочу продолжить такую тему. И мой девиз в жизни звучит так, чтобы стать мудрой, надо сделать паузу. Дорогие мои зрители, конечно, зрительницы. В основном смотрит канал женщины. Я хочу побеседовать с вами о том, что вам помогает стать мудрой. Для меня это вязание. Момент, когда я вяжу, действительно очень важен. Я в это время успокаиваюсь, медитирую, анализирую. Не только прошедший день, вот как он у меня прошел. Вообще какие-то жизненные ситуации анализирую. Может быть, делаю работу над ошибками, как принято говорить. Но действительно, для каждой женщины момент рукоделия очень важен. Мы с вами объединились все увлеченные садом и цветоводством. Я тоже могу это причислить к тому, что выращивая овощи, цветы, это тоже для вас хобби. Это для вас отдушина. Для многих может быть не так важен количество урожая овощей. Это помидоры, огурцы. Все чаще уже тенденция к тому, что стараются сделать такой ландшафтный дизайн, который предопределяет минимализм в своем саду, иметь возможность наслаждаться изумрудной зеленью, может быть, хвойниками, цветами. И очень часто уже я встречаю людей, которые отходят от того, что выращивают овощи, потому что это действительно очень сложный труд. Им легче купить, может быть, на рынке. А заполняет свой сад необыкновенными декоративными растениями. И это тоже имеет место быть. Люди релаксируют, восстанавливаются, как я говорю, медитируют и получают наслаждение. Время, проведенное тоже в таком саду необыкновенно, служит тоже для того, чтобы восстановиться, может быть, от рабочих будней и, может быть, даже действительно стать мудрой. И мне очень хочется в комментариях услышать ваши советы, что вам помогает сосредоточиться, успокоиться и вот действительно проанализировать эту жизнь. Для женщины рукоделие, мне кажется, испокон веков было очень важно. Не обязательно вязать, можно шить, можно вышивать. Сейчас очень интересное направление декупаж, шелкография, очень-очень много разных направлений. Дорогие мои зрители, сколько бы вам не было лет, молодая ли вы девушка или взрослая женщина, как я возраста плюс, обязательно в своей жизни найдите направление, которое откроет ваш талант, наполнит вашу душу гармонием, покоем и мудростью. Это очень важно. А если с точки физиологии и психологии, как объяснить вот такие вот увлечения, я вам могу рассказать. Психология деток заключается в том, что мы подключаем к моторике. Мы занимаемся с ними лепкой, складываем пазлы, бусинки, мозаики всякие. И этим объясняется то, что у деток развивается полушарие мозга, которое действительно отвечает за умственные возможности, активизирует. И очень часто деток гиперактивным практически очень сложно усадить именно за вот такие мероприятия, которые требуют такой мелкой моторики. Это очень многое говорит о ребенке. Если он не усидчив, то действительно эта гиперактивность имеет место быть. А мы, женщины возраста плюс, конечно, прожим свою жизнь. Чаще всего это сложная была судьба, какие-то трудности, карьера может быть. В любом случае прожить жизнь – это не поле перейти. Вы многие могли сорваться душевно, психологически, духовно. И очень часто вот такой вид любого рукоделия действительно принесет к вам покой и наполнит вас мудростью, потому что в период рукоделия вы имеете возможность побыть наедине с собой. А для моей семьи, если мама сидит вяжем, значит в доме тихо, спокойно, уютно и хорошо. Конечно, сейчас весна-лето, очень много времени надо уделять саду, цветникам, работы. Но вместе с тем, хотя бы 15 минут, хотя бы полчаса, каждый вечер я обязательно уделю внимание рукоделию. Мы с вами говорили, почему же мы вяжем. Некоторые могут думать от того, что мы не имеем возможность купить какие-то вещи эксклюзивные в магазине. Но мы же понимаем, что вязание рукоделия и вышивка являются очень дорогостоящим творчеством. Помимо того, что материал очень дорогой, нитки или бисер, или шок, которым вы вышиваете, затрачивается еще огромное количество времени, которое тоже имеет цену. Поэтому, конечно, мы вяжем не от того, что нам нечего носить и мы не можем что-то купить, а для того, чтобы проявить какой-то талант творчества. И, конечно, каждая женщина своего рода дизайнер. И то, что она может связать или пошить, или вышить, это о многом говорит. Поэтому, когда вы видите женщину, которая явно связала или пошила какую-то себе вещь, я бы очень хотела вас попросить сделать ей комплимент, высказать восхищение, потому что это действительно очень важно для рукодельницы, когда оценят ее труд визуально и оценивают именно ее дизайнерские еще способности. Ну, мое видео сегодня просто беседа о том, что, пожалуйста, дорогие мои женщины, каждая из вас должна найти в этой жизни, ну, наверное, хобби, которое будет приносить вам гармонию, тишину, уединение с собой. И таким способом вы восстанавливаетесь, релаксируете. А помимо того, вы еще можете создавать очень красивые вещи, которые будут только в единственном экземпляре. И мы, рукодельницы, объединены по разным группам. Это настолько интересно, кто вяжет, кто шьет, декупаж, может быть, поделки всякие, флористика очень интересна. Ищите единомышленников. Это настолько наполнит ваш мир новым содержанием. И, как мы говорим, не хлебом единым жив человек. Поэтому, пожалуйста, на моем канале, кому интересно вязание, в плейлисте вязания, вы можете найти очень-очень много советов и мастер-классов. Но самое главное, беседы, которые я для вас сняла, они очень многому вас могут научить, рассказать, потому что очень много молодых девушек на моем канале. И так складывается обстоятельство, что не каждая мама может передать свой дар, рукоделие, может быть, или даже кулинария, или выращивание цветов. Поэтому молодые девушки тоже тянутся ко мне, тоже чувствуют мою опору и поддержку. Ну, а если вы женщина возраста плюс, и вы много лет были заняты работой, карьерой, пожалуйста, вернитесь в свою молодость. Ведь мы все когда-то учились чему-нибудь и как-нибудь. Каждая из вас в школе проходила домоводство, где мы немножко шили, немножко вязали. И вот, пожалуйста, сейчас пришло время для того, чтобы вы вернулись или в свою молодость, или просто наполнили свою жизнь новым творчеством. И все-таки мой девиз звучит так. Чтобы быть мудрой, надо сделать паузу. Спасибо, что вы были со мной. Дорогие мои зрители, все видео, которые вы просматриваете у меня на канале, может быть, и есть эта пауза, которая вам нужна для того, чтобы успокоиться, гармонизировать себя, или просто пообщаться со мной, как с виртуальной подругой. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте класс, если вам видео беседы интересны. И все равно украшайте свой мир цветами.